Или бывают ситуации, когда мы не знаем, о чем молиться? Бывает такое. Вот ты попал в какую-то ситуацию, а ты не знаешь, как правильно молиться. Господи, помоги, хорошо, но ты даже не знаешь причины, как это произошло, почему. Писание говорит, что когда мы молимся на незнакомом языке, когда мы не знаем, о чем молиться, сам Дух воздыхает за нас, словами неизреченными, воздыханиями, потому что Дух все проницает и глубины Божьи. А Павел говорит в первом послании Калинингре, что когда ты молишься на незнакомом языке, ты тайно говоришь Богу Духом. И никто не понимает тебя, только ты и Бог. И когда ты так не делаешь, ты делаешь себя бедным человеком, ты обделяешь. Ты сам себя отключаешь от источника Божьей силы. Ну, у меня и так все нормально. Это пока. А приходит проблема. И что у тебя? Знаете, а силы нет. Это как это? Я помню, самый первый раз, когда я пошел в спортзал, приехав сюда. Пошел в фитнес-клуб. Ну, и такой же сильный, думаю, я парень классный. И смотрю, там ребята качаются, отжим от груди, берут определенный вес. Ну, я подошел, тот же вес, который был, который они бороли, лег под этот вес. А я его не могу взять. Почему? Да потому что нет той силы, которая была у них. Жену на руках. Надо. Понимаете? Нет той силы, которая была у них. И точно так же в жизни. Вроде внешне все нормально. Нельзя сказать, что я внешне, ну, выгляжу тюфяком, да? Но я не могу, допустим, делать многие вещи, которые могут делать многие другие. Я себя не считаю слабым. Но бывает, ну, я понимаю, что есть определенный вес, который я не возьму, который другие берут. Почему? Мне очень вроде такой высокий и красивый. Спасибо. Вот об этом и говорим. Только мы говорим о духовном человеке. Ну, ладно, штанга – это ерунда. А когда жизненные проблемы, когда трудности, когда давление на тебя сваливается, и ты раз бороться. А ты не можешь. Почему? Внутри ты слаб, нет силы. А кто дает сил? Бог. А если нету отношений с ним? Если твой дух слаб. Иисус говорит, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Да, это духовная пища. И если твой дух слаб. Если ты его не питаешь каждый день. Откуда силе браться? Если ты не молишься на иных языках. Откуда взяться в силе? Как тогда ты можешь бороться с искушениями и с трудностями? Я верю, что у меня их не будет. На небе не будет. Здесь на земле будут. Я не хочу. Связываю и разрушаю. Знаете, как бывает? Ты с человеком говоришь о реальных вещах. Он говорит тебе такой харизматический весь. Связываю и разрушаю твои слова. Да мне все равно. Ты хоть вяжи их и перевяжи. Не знаю, в узел и на бантик. Да как угодно. Оно будет. Иисус так сказал. Он говорит, в мире будете иметь скорбь. Но он говорит, но мужайтесь. Я победил мир. Правильно? Итак, внутренний человек. Соломон пишет. Откройте вместе со мной Библию. Четвертая глава книги и притч. 23 стих. Он говорит, больше всего хранимого. Вы ценности храните? Ну, есть у вас какие-то драгоценности? Ну, не знаю. Ладно, не надо открыто. Давайте так, гипотетически. К примеру, были бы у вас какие-то драгоценности? Или большие суммы денег? Вы бы их берегли? Или вы вышли бы в отбор, положили на лавочку? Ну, пусть лежит. Берегли и еще и спрятали, чтобы никто и не нашел. А иногда некоторые так прячут, что даже сами не знают, куда они положили. Бывает у вас такое? Куда-то положили, а потом... Кто взял? Никто не брал. И потом уборку генеральную делаете и вдруг находите. Да, где-то под тряпками в платочках спрятали золотую цепочку. Под ховром. Вы со мной понимаете? Ну, мы храни. А Соломон говорит, больше всего хранимого. Больше всего, что ты бережешь. Что для тебя дорого и ценно. Он говорит, больше всего хранимого. Храни что? А я думал, деньги твои. А говорит, храни сердце свое. Потому что именно из него источники жизни. Потому что если твой внутренний мир будет поставлен на Бога, на его основании. Если твой внутренний человек будет силен, неважно в какие обстоятельства ты попадешь в своей жизни. Неважно, как сложится твоя жизнь. В какие моменты у тебя произойдут. Ты всегда будешь из них выходить победителем. Но если внутри ничего. Все растерял и потерял. Не берег и не копил. И не собирал. И над этим не работал. Что? Ничего. Вы со мной еще? Для Бога наше сердце. То есть, другими. Сердце это не просто физический орган, который перегоняет кровь. Сердце это как раз идет речь о нашем внутреннем человеке. Для Бога это имеет первостепенное значение. И он дает оценку нашей с вами жизни. Именно по состоянию нашего внутреннего человека. Откройте вместе со мной книгу пророка Еремии. 17 главу. Там Бог говорит следующие слова через пророка. Он говорит. Десятый. Он говорит. Я, Господь, проникаю в сердце. И испытываю внутренности. Чтобы воздать каждому. По пути его. И по плодам делаю. Вспомните, как Самуил выбирал себе царя. Вернее, Богу царя. Не себе. Как Бог через Самуила выбирал себе царя. Он отправляет Самуила в дом к Еесею после Саула. И говорит. Еесей Давида даже не позвал. Потому что внешне, как казалось Еесею, Давид на царя не тянул. Он был младший. Молодой. Белокурый. Красивый, да. Царь ведь должен иметь грозный вид. Правильно? Саул был именно таким. И вот Еесей поставил всех своих сыновей, кроме Давида. И Самуил имел такое же отношение. Он взял рог с Елеем помазанием. Подошел к старшему сыну Елеаву. И уже занес рог для того, чтобы помазать его на царя. И в этот момент Бог остановил его. Говорит. Стоп. Не делай так. Самуил в недоумении. А кого тогда? Он говорит. Мы с тобой по-разному смотрим. Ты смотришь на лицо. Ты смотришь на внешние вещи. А я даю оценку человеку. По состоянию его внутреннего человека. По состоянию его сердца. Поэтому здесь нет того человека, который я избрал и хочу помазать на царство. И тогда Самуил говорит. А еще кто-то есть? Он говорит. Да, Давид малой пасет. Овес он говорит. Зови. Приходит Давид. Бог говорит. Вот он. Ну как он может быть царем? А что делал Давид? Давид. Давид все время имел близкое взаимоотношение с Богом. Посчитайте псалмы. Посмотрите, как он общался с Богом. Он изливал перед ним свою душу. Он славил его. И он в трудные времена, он обращал к всему. И говорит. Господь, враги восстали против меня. Душа моя, ну, она стенает. Я не знаю, что делать. Помоги. Дай мне выход. Но я знаю, Бог мой за меня. Я буду идти впереди. Он говорит. Господь, пасырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И в другом месте он плачет перед Богом. Он говорит. Я не знаю, что делать. Я не знаю, где выход. Но все равно ты Бог мой. И все равно я от тебя не откажусь. Посмотрите, как он с ним общался. Это не просто заученные фразы. Это не просто официальные отношения. Тебесный Отец. Аллилуйя. Мы молимся тебе во имя Иисуса. Я не против официальных молитв. Они иногда нужны и необходимы. Потому что, ну, ты же не будешь изъевать душу свою на общем собрании. Потому что есть моменты официальной молитвы. Но должно быть что-то личное и близкое. И Бог говорит. Вот человек по моему сердцу. Почему? Потому что внутренний мир Давида был богат. Его внутренний человек был сильным. Вспомните его реакцию, когда израильский народ встретился с филистимлянами в военной битве. И когда вышел Голиаф. И говорит. Ну, ребята, ну что, кто против меня? И все в страхе и в трепете. Все боялись. И кто не знал, что делать? И приходит Давид. Подросток. Он говорит. Кто этот вообще не обрезанный филистимлян? Что так поносит? Что ему давало смелость так говорить? Потому что, хотя он и внешне, может быть, был еще мал и не так силен. Внутри он был сильным. Он говорит. Ты, помните, как он говорит Голиафу? Ты идешь против меня с чем? С мечом и копьем. Дружище, ты потерялся. Потому что я иду против тебя во имя Господа Саваофа. Бога воин. Мой Бог за меня. Спрячь свое копье. Иди. У него была внутренняя сила. У него было правильное отношение. Благодаря чему? Не потому что там он особенный, он супермен или человек-паук. А потому что он имел каждый день близкие взаимоотношения с Богом. Потому что когда он даже пас тех овец, он не считал мух от нечего делать. Он славил Господа. И вспомните, как он говорил. Он говорит, когда нападал на овец, медведь или лев, я шел и разрывал их. Он не прятался. Он говорит, да ничего страшного, одно овцу внесет, целее будем. Нет. Почему? Внутри он был другим. Он был сильным. От чего это зависит? От взаимоотношений с Богом. Он размышлял над его словом. 118-й псалом. Нигде вы не найдете столько откровений в отношении слова. Он говорит, слово твое, это мед на моих устах. Слово твое, свет на моем пути. Я размышляю день и ночь над твоим словом. Это давало ему силу. Почему? Ищу Иисусу Навину. Что Бог говорил, когда он стал вместо Моисея? Он говорит, да не отходит. Это книга закона от уст твоих. Но получайся в ней день и ночь. И написано, и тогда, когда тогда, когда ты будешь поступать так, ты будешь успешен во всех твоих путях и будешь поступать благоразумно. Вот что давало ему силу. Итак, что же влияет на нашего внутреннего человека? В первую очередь, это есть ли у нас или нет взаимоотношения с Богом. Личные и близкие. И ежедневные. И второе, что влияет, это окружение наше. Это то, с кем мы общаемся. Вы меня спросите, почему? Я объясню. Потому что наши глаза, наши уши и наши уста являются дверью для нашего духа. Недаром в народе есть такая поговорка. Скажи мне, кто твой друг. А я скажу, кто ты. Давайте посмотрим одну историю. Иван для отмарков, вторая глава. С первого стиха написано. Через несколько дней опять пришел он в Капернаун. И слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. Не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровью людома, где он находится, и прокопав ее спустя постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, кого? Их друзей, а не этого расслабленного, говорит расслабленным, чадо прощается тебе грехи. Субтитры создавал DimaTorzok